МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная тема сегодняшнего выпуска программы «Время спорта». Любая серия рано или поздно заканчивается. Хоккеисты Мордовии проиграли Челнам. Суперволя! Марафонец из Саранска пробежал 100 километров, получил травму и финишировал на одной ноге. Первый официальный в Мордовии открылся туристический клуб «Высота». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для Мордовии результат мати против клуба Челны был очень важен с точки зрения турнирного положения. Идущий вторым Тамбов потерял очки в играх против Чебоксара. Ростов нынешний тур пропускает, поэтому поживиться очками не сможет. Таким образом, у нашей команды появилась отличная возможность оторваться от преследователей. Для этого нужно было обыгрывать коллектив из набережных Челнов и желательно в основное время и дважды. Помощь саранской команде – статистика личных встреч. В рамках первенства ВХЛ Челны отобрали у Мордовии только один балл. В прошлом сезоне саранский клуб стал единственной командой в лиге, у которой челнинцы не смогли отобрать ни одного очка. Таким образом, с учетом прошлых лет клубы провели между собой 14 официальных матчей. 13 побед у Мордовии и лишь одна у клуба Челны. И та была одержана ими на родном льду 6 лет назад. Казалось бы, удобнее соперника не придумать, но все серии, даже самые продолжительные, имеют свойство заканчиваться. Эти матчи стали своеобразным противостоянием лучших бомбардиров команд. Наш Антон Дубенин и Ранис Файзурин – единственные игроки лиги, сыгравшие больше 30 игр и набирающие в среднем не меньше одного очка за игру. Как-то на этом не концентрировался. Для начала была цель победить, а там если уж наберу очки, то здорово. Если нет, так нет. Главное – все-таки победа. Стартовый период первого матча прошел в равной борьбе. Челнинцы пытались активно прессинговать соперника, причем начинали это делать уже в чужой зоне. В борьбу часто вступали сразу два нападающих гостей. Наши хоккеисты привыкали к этому недолго. Уже на четвертой минуте после продолжительной атаки и серии бросков хозяева открыли счет. Батруддинов оказался первым на добивании и буквально завел шайбу за линию ворот. Причем находился Андрей позади голкипера. У Челнинцев долгое время в атаке практически ничего не получалось. Даже при игре в большинстве опаснее атаковали саранские хоккеисты. Однако главная ударная сила коллектива из Татарстана все же сказала свое слово. Вся атакующая тройка третьего звена гостей поучаствовала в атаке, которую точным броском с близкого расстояния завершил Опалев. Во втором периоде команды продолжили показывать зрелищный хоккей, но в эти минуты обошлось без голов. Во многом это заслуга голкиперов. Наш Никита Скатов и вратарь соперника Михаил Дорофеев спасали свои команды в очень сложных ситуациях. Моменты были и у тех, и у других, но в итоге реализовать их не получилось. В начале третьего периода гости вышли вперед. Гол организовали экс-игроки Мордовии, коих в составе соперника было сразу трое. Бобиков вывел на хорошую позицию Кутявина, а тот кистевым броском отправил шайбу в сетку. Долго и упорно саранские хоккеисты пытались отыграться, но удачи в завершающей стадии атаки не хватало. Сравнять счет удалось только на 57-й минуте. Максим Ахмедзянов на паузе оценил ситуацию и неожиданно, прежде всего для голкипера, бросил точно в дальнюю девятку. Наши хоккеисты могли закончить все и в основное время, но в итоге не сложилось. А в овертайме Фортуна улыбнулась гостям. Лучший бомбардир челнинской команды Ранис Файзулин сместился в центр и попал в цель 3-2 в пользу Челнов, которые впервые в своей истории выигрывают в Саранске. Игра была тяжелая, как всегда. С Мордовией играть сложнее всего. Не сказал бы, что мы сегодня как-то уступали сопернику. У нас были хорошие моменты, хорошо защищались. Ненужный второй гол, конечно, пропустили. А так, в целом, мне кажется, была равная игра. Когда счет 2-2 встал, в голове не промелькнул, что, блин, ну вот, опять сейчас что-нибудь начнется, и мы опять проиграем. Была такая мысль. Но додержались до овертайма, и там уже шальная шайба, как сказать, залетела на удачу. И выиграли. Ну, такая мыслишка была, так что наша не первая игра, когда мы вот так в конце отдаем. Но сегодня додержались до конца. На трассе Саранского лыжно-биатлонного центра в эти дни проходят межрегиональные соревнования на призы Федерации биатлона Мордовии, которые станут отборочными для участия в финальных этапах первенства страны. Конкуренцию местным стреляющим лыжникам составили представители Саратовской, Ульяновской и Московской областей. Состязания проводятся в двух возрастных категориях у юношей и девушек. Спортсмены до 18 лет будут отбираться на мировое первенство в Эстонию в городе Остров в Псковской области. Планируется, что от Мордовии на этот турнир, который стартует уже 7 февраля, поедут 8 биатлонистов. Наверняка в сборную региона 13 попадет Павел Учватов. Наш спортсмен стал победителем индивидуальной гонки с четырьмя огневыми рубежами. Вместо штрафных кругов за промахи в этой дисциплине ко времени участника начисляется дополнительная минута. На фоне других своих конкурентов Павел блестяще справился со стрельбой, отправив мимо цели только два патрона из 20. У меня, наоборот, в этом году слишком много проблем со стрельбой. Вот это одна единственная гонка, и такая удачная со стрельбой. Ну, а с чем у нас связано? Ну, это просто у нас отборочное соревнование на первенство России, которое отборочное на чемпионат мира про юноши. Вот поэтому, слишком хочу с единого добраться, поэтому справился со стрельбой. Индивидуальная гонка на 12,5 километров это, как правило, самая длинная дистанция в биатлоне. К тому же, морозная погода явно не способствовала хорошей работе на стрельбище. Справиться со стрельбой удалось единицам, в их числе и Павел Учеватов. Ну, мне не нравится эта гонка. Слишком такая тяжелая, слишком много сил тратится. Мне больше спринт нравится, но хотя у меня в индивидуальной гонке больше успехов в спорте, чем в спринтах, поэтому так она. Не нравится, но хороший результат у нее. Остальных ребят в команде пальцами между нами. Как бы нет такой проблемы. Ну, я как бы у Сочи в холодной погоде, поэтому не обращаю на это внимания. В итоге, три из четырех золотых медалей в индивидуальной гонке завоевали представители Ульяновской области. Победителями в своих возрастных группах стали Влада Балдуева, Юлия Валькова и Никита Агишев. До конца соревнований участники посоревнуются еще в двух гонках. Спринте и эстафетах. Стоит отметить, что аналогичные старты будут проведены и на отборочном турнире в городе Остров. История футбола в картинках. Так можно назвать выставку, которая открылась сегодня в Мордовском Республиканском объединенном краеведческом музее имени Воронина. С сегодняшнего дня жители 13-го региона могут своими глазами увидеть все официальные плакаты каждого из чемпионатов мира по футболу, начиная с 1930-го года. Все они уникальны. Каждый выполнен в своем неповторимом стиле, отражающем историю, культуру и национальные особенности стран-хозяек Мундиаля. Эта экспозиция у нас будет пополняться. Я думаю, что еще достаточно большое количество новых, интересных артефактов добавится. Во время чемпионата мира, я уверен, и сборные, которые будут играть у нас, оставят здесь тоже частичку себя, своей истории. Идея провести подобную выставку пришла представителям дирекции города-организатора Саранска после того, как в Москве был представлен официальный плакат грядущего Мундиаля. Его центральной фигурой стал легендарный советский футболист Лев Яшин. Автор плаката дизайнер Игорь Гурович в своей работе вдохновлялся духом русского конструктивизма 20-х годов прошлого века. Этот плакат посетители выставки также смогут увидеть в экспозиции. Кроме того, организаторы обещают показать еще немало интересных артефактов. Мы сможем увидеть форму волонтеров городских и волонтеров оргкомитета, которую уже можно назвать исторической, форму в которой они выступали и на Кубке Конфедерации, и на финальной жеребьевке. Посетители выставки смогут увидеть 22 плаката. 20 из них посвящены истории уже завершившихся чемпионатов мира по футболу. 21-й — официальный плакат грядущего Мундиаля, а завершает экспозицию плакат города-организатора Саранска. Возле каждого экспоната имеется информационное табло, рассказывающее о статистике и результатах соревнований. Все плакаты расположены в хронологическом порядке, начиная с чемпионата мира 1930 года, проходившего в Уругвайе. Самый первый чемпионат, который проходит в Уругвайе, лишь в одном городе-организаторе, столице Уругвая, это город Монтеридео, вот там прошел этот первый чемпионат. Плакат можно уже назвать настоящим произведением искусства. Дизайнеры вдохновились стилем арт-деко, который был очень популярен в 20-е и 30-е годы 20-го века в мире. В числе тех, кто внимательно слушает рассказ Юлии Тереховой и суперболельщик из Саранска Виктор Паутов. Этот почетный и, кстати, официальный титул он заслужил за многолетнюю преданную любовь к футболу. Но признается, что эти плакаты видят в первый раз, хотя не пропускает ни одного чемпионата мира с 1966 года. В 1966 год я был в армии, в Москве. Тогда наши заняли четвертое место, бронзовую медаль. И, как ни странно, на жеребьевке чемпионата мира в Москве мне вручал сертификат Бэнкс, братарь, чемпион мира 1966 года. Для меня это было откровение прямо. Посетить выставку плакатов может любой житель Саранской республики. Экспозиция будет постоянной и станет одним из центров по привлечению болельщиков во время чемпионата мира по футболу. Организаторы надеются, что эта выставка поможет пополнить среды футбольных болельщиков в Мордовии. А для фанатов со стажем она станет отличным поводом вспомнить, с чего начиналась их любовь к футболу. В последний день января в Саранске стартовала традиционная республиканская спартакиада Мордовского отделения Всероссийского общества «Динамо». В этом году она посвящена 95-летию образования этой физкультурно-спортивной организации. Отходить от проверенных временем традиций организаторы в этот раз не стали. В течение всего года 11 команд-участниц будут соревноваться в 11 видах спартакиады. Последние пять лет программу состязаний открывает лично командный турнир по настольному теннису. В этот раз в нем приняли участие 10 команд, которые на предварительной стадии были разбиты на три группы. В дальнейшем по две лучшие сборные с каждой продолжили соревноваться в финальной пульке с очками, заработанными во встрече против друг друга. Борьба в командном первенстве шла до двух побед. Если по итогам встречи между первыми и вторыми номерами сборной зафиксирована ничья, победитель в паре определялся по результатам дуэли третьих ракеток. На первый взгляд схема достаточно простая, но на деле в ней есть свои тактические тонкости. Неудачное распределение номеров может лишить команду медалей. В каждой команде кто-то один посильнее играет, кто-то послабше. И вот везет, главное, чтобы повезло, что самый слабый, например, в нашей команде должен попасть на самого сильного игрока в другой команде. Чтобы мы как-то, а мы наоборот, на их слабых. У нас состав более-менее равный. Вот. И в том году вот нам повезло, мы угадали с расстановкой. Ставим как-то вот так всегда. Первые ракетки играют сильные там, вторые уже, например, послабже поставим. И все зависит от третьей ракетки. А третью ракетку ставим тоже более-менее сильного. Такого желательно, чтобы он был посильнее. Лучше второго послабже поставим, а третьего посильнее. Виталий Хабаров является абсолютным чемпионом соревнований по настольному теннису прошлого года. Он был лучшим и в составе своей сборной, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также победил в личном турнире. Причем команда МЧС выигрывала соревнования два года подряд. И в этот раз настроена на победный хит-трик. В числе главных конкурентов работники МВД и УФСИН. Мы играем постоянно со своими, с игроками своей команды. Занимаемся. Спорт доступный. Места много не надо. Стол, ракетка, шарик. Смотря с кем играешь. Кто-то хорошо принимает подачи с нижним вращением, кто-то с верхним вращением хорошо принимает. Тут смотришь, какие подачи тяжелее берут, тебе стараешься подавать. В итоге сборное министерство по чрезвычайным ситуациям во главе с Виталием Хабаровым удалось в третий раз подряд выиграть динамовские соревнования по настольному теннису. Работники МВД вторые замкнули первую тройку представителей Росгвардии. Команда МЧС возглавила общий зачет спартакиады, но, возможно, ненадолго. Уже в феврале динамовцы из зала перейдут на улицу, поскольку следующим видом спартакиада станут лыжные гонки. В Саранске открылся первый в истории официальный туристический клуб под названием «Высота». Он будет работать на базе лыжно-биатлонного центра Саранска. В скором времени планируется, что в прилегающем лесном массиве появятся тренировочные площадки и маршруты для туристов, спортсменов и любителей. Вы, конечно же, выбираетесь и стремитесь выбраться из теплых квартир на природу, так сказать, на волю. Но в любом случае, побывав во многих походах вдали от дома, я думаю, что у вас должен быть уютный уголок, где вы могли бы собраться, вспомнить, так сказать, былые походы, наметить планы на новые свершения, на новые высоты. Недаром ваш клуб называется «Высота». Туристический клуб «Высота» организовался 4 года назад. За это время дружной команде удалось совершить больше 30 походов. Ордовские туристы были на Кавказе, Урале, Карелии и многих других живописных местах нашей родины. Причем идеи отправиться в очередной поход, как правило, приходили спонтанно. На самом деле, мне кажется, вот именно так и приходят такие мысли, когда сидишь и думаешь, каждый день одно и то же, надо что-то повидать мир. А какие у нас есть возможности? Мы просто подсчитываем, какие у нас есть доходы, куда мы сможем добраться и общими усилиями, самое главное, в хорошей компании мы приходим к тому, что почему бы нам не покорить Урал? И мы собираемся к компании и идем на Урал. Идеи отправиться в очередной туристический поход приходят спонтанно, а вот подготовка к маршруту стихийности не терпит. В рюкзак должно поместиться все самое необходимое, ведь на время маршрута он превращается в твой дом. При этом нужно не забывать о его весе, а потерять его равносильно катастрофе. Бывало, что такой один из смешных случаев очень распространенных, когда рюкзак просто снимаешь, ставишь, а там склон, ты такой хоп-хоп, и рюкзак покатился просто вниз метров на 300, слава богу, его остановит дерево какое-нибудь. Бывали и такие случаи? Вообще считается, что нужно брать по минимуму, потому что горы это тяжелый физический труд, и некоторые даже подсчитывают в граммах, сколько нужно нести, даже мясо сушат, чтобы не было много веса. Но если есть уверенные в себе такие люди, которые, как я, которые не заморачиваются насчет этого, берут все, что просто необходимо, и тащат это на своей спине, но это по молодости, конечно, так тоже не стоит играть. В основном лучше бы немного почитать. Основное это палатка, рюкзак, спальник, коврик и пища, и одежда смены там для кого как. Сократить количество экстремальных ситуаций до минимума одна из главных целей руководителя похода. Но как и в жизни, предусмотреть все невозможно, поэтому опасные случаи встречаются. Было около 400 метров просто снега, и мы по этому снегу катились, и были расщелины такие, опасные, потому что вот ты катишься такой, видишь вот эту расщелину, у тебя вот внутри, а что может быть там в этой расщелине, и ты пытаешься как-то остановиться, такие, ну интересные ситуации, и резко снег переходит в щебенку, и ты просто по щебенке бывает даже катишься, и мы с этим Костей, вот как сейчас думаю, я блин, все проклял, шел за этим Костей, мне кажется, как и он. Во всех походах существуют свои правила, в туристическом клубе высота есть три обязательных. Главное правило, инструктор всегда прав, обязательно, потому что ситуация бывает разная, нужно доверять своему инструктору, нужно его слушать, и если ты уж пошел в поход, то у тебя человек, который тебя доведет обязательно. Что еще? Нужно мыть тарелочку после гречки сразу, это второе правило, обязательно. И, конечно, наверное, что еще сказать, это нужно постоянно верить в себя, что ты дойдешь, что маршрут закончится, и ты почувствуешь себя действительно счастливым. Открытие первого официального клуба это новая веха в развитии туристического спорта в Мордовии, ведь туристы это не только те, кто путешествует и ходит в походы, а среди них есть и спортсмены, которые теперь будут готовиться и тренироваться на базе спортивного клуба высота. Немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. На этом очередной выпуск нашей программы подошел к концу. Впереди богатая на события очередная спортивная неделя поэтому мне и моим коллегам будет о чем вам рассказать в следующем выпуске телепроекта «Время спорта». 10 февраля на базе лыжно-биатлонного центра пройдет всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Все на старт! А на сегодня это все. С вами был Юрий Осипов. До встречи! Уделяйте время спорту! Уделяйте время спорту! Уделяйте время спорту!